Это путешествие мы планировали совершить полностью на машине. Но не каждая машина соответствует уровню такого путешествия, поэтому часть пути все же осуществим на поезде. Лето пролетело в новостных лентах телеграмма о боях в Харьковской области и ежедневных ночных бомбардировках нашего любимого города. Мы так и не смогли вернуться в свой дом и для того, чтобы все же адаптироваться к новому порядку жизни, решили в начале осени совершить путешествие через всю Украину во Львов и величественные Карпатские горы. Впереди нас ждет множество приключений, а вы, наши дорогие зрители, приготовьтесь узнать огромное количество полезной информации, без которой не обойтись в подобных поездках. Сегодня мы расскажем, что и где искусноты можно попробовать во Львове, какие достопримечательности нужно обязательно посетить, а еще поживем в облаках в одном из самых высокогорных отелей Карпат. И максимально интересно, сколько все это стоит в наше суровое военное время. Первым делом отправляемся в Киев. На экспрессе дорога занимает около 5 часов и обходится примерно 400 гривен на человека. Кофе в вагоне с оборудованным рестораном стоит порядка 50 гривен. Средняя скорость поезда составляет 102 километра в час. Очень радует, что у нас есть подобный комфортный и современный транспорт, в котором путешествовать одно удовольствие. В Киеве прямо на вокзале нас ждал друг Юра. Если вы знакомы с моими музыкальными видеоклипами и фильмом о хип-хопе, знайте, все это мы замутили вместе, давненько, правда, были те времена. К слову, сейчас он занимается изготовлением бронежилетов для всей Украины. После небольшого перекуса и киевских стандартных пробок отправляемся во Львов. Дорога с парой до заправок и кофебрейками занимает порядка 6 часов. Также из Харькова во Львов можно доехать на комфортном поезде с ценой за билет от 600 до 1000 гривен. Если рассчитывать подобный маршрут на поезде из Киева во Львов, то он стоит от 250 до 500 гривен. Мы добираемся до Львова уже вечером. Город встретил нас гуляющими горожанами и приезжими цветными фонтанами и музыкой. Здесь впервые за долгое время показалось, будто и нет войны. Но настоящие впечатления от Львова удастся получить, только находясь в нем несколько дней. Именно этим с утра мы решили и заняться. Мы приехали во Львов. Все сейчас спят, но я уже проснулся. Надеюсь, найти здесь чай или кофе. Первое место, о котором хочется поведать, это аптека-музей под Черным Орлом. Заходя в скромные дубовые аптечные двери, далеко не сразу понимаешь, что это непростая аптека. Здесь продаются обычные лекарства, но у аптекаря при желании за 40 гривен вы приобретаете билет в следующую дверь, где уже расположены экспонаты разных времен. Баночки, мензурки с лекарствами, расставленные в шкафах, веют какой-то зловещей стариной. Переходя из комнат со старинными инструментами и коридоров, ты попадаешь в подвал и аптеки, где действительно становится жутковато. Здесь же находится единственный в Украине памятник ведьме, держащий в руках змею. Аптека открыта аж в 1735 году. В каждом уголке ее ощущается магия веков. Все бы ничего, но здесь, прямо посреди аптечного двора, во всей этой таинственности прежних времен, мы обнаруживаем современные простыни жителей прилегающих квартир, которые сушатся на веревке вдоль окон. Мы все еще в музее аптеки. Подняв голову вверх, картина напоминает не музей, а павелы бразильских трущок, или заброшенную у квест комнату с запахом сырости старого подъезда, выйдя, кстати, из которого, ваша экскурсия тут же и заканчивается. Ребята, мы сходили, значит, куда мы сходили? Мы сходили в музей аптека, ну, такое. Ну, мне понравилось. Если там будет гид, то круто, без гида, думаю, будет вкусно. И потом мы, значит, заказали равлыков в сливочном соусе. Это было нереально вкусно. В чесночно-сливочном соусе. Ну, в общем, как-то так. Просто самое лучшее, что мы здесь попробовали. А попробовали мы здесь реально много. Позвольте. Обязательно стоит посетить панораму, находящуюся сразу за зданием пожарных. А после нее, конечно же, направиться в самое популярное гастрономическое место, Реберня Пид Арсеналом, где процесс приготовления мяса носит определенный эффектный формат. Здесь практически всегда очередь из посетителей. Хотя сами блюда достаточно попсовые. Но, как и весь Львов, при этом впечатления после такого ужина будут приятными. Историческая составляющая города делает свое дело. Львовские улочки вечером наполняются ламповой атмосферой. Прогулки по брусчатке старого города манят заглянуть в кофейни и пабы, расположенные на каждом шагу. Сами того не замечая, мы оказываемся в галецкой алхимии. Здесь уж вас напоят зельями на любой вкус и цвет. Для особых фанатов алкоприключений можно заказать целый алхимический сет. Сувенирная лавка, занявшая достаточно большую часть заведения, радует интересными экспонатами и даже местными жителями в виде огромных пауков и змей в аквариумах. Посещение алхимии станет прекрасным завершением вечерней прогулки по Львову. Приезжая в такой прекрасный город, не стоит засиживаться дома. Поэтому мы направляемся в ближайшую уличную кофейню, чтобы отведать второй по популярности напиток в мире. Традиция пить кофе во Львове появилась в 17 веке. А наконец-то уже мы потихонечку адаптируемся. Здесь ходят вот такие трамваи, смотрите. Много народа и сегодня даже была у нас воздушная тревога. А мы уже от нее отвыкли, пока были в горах. Вчера во Львове не было воздушной тревоги. И это очень радовало, но сегодня мы ее услышали. Кофе популяризировал предприниматель, побывавший в свое время в плену у турков и перенявший в них эту бодрящую привычку. Центральная часть города очаровывает архитектурными сюрпризами. Множество соборов, да и обычные балконы домов могут надолго завладеть вашим вниманием. Прогуливаясь неспешно, мы наслаждаемся каждым моментом. Видом зданий, площадью, башнями соборов, где практически любое сооружение является архитектурным памятником. Именно здесь изобрели керосиновую лампу, запустили первый воздушный шар, трамвай и построили первый отель. А еще встретили первый в Украине поезд, основали первый профессиональный театр и открыли школу. Следующее место, куда мы с вами направимся, итальянский дворик. Сам дворец возведен в 1580 году, а его авторами стали итальянские архитекторы. Дворик был тихим и уютным местом отдыха в середине дворца. Он был построен таким образом, что шум с площади туда не доносился. Удивительно похожий на типичные дворики Рима и Флоренции, уже в 17 столетии именно здесь ставили пьесы Шекспира. В наше время в нем проходят джазовые и классические концерты. Сегодня впервые за 4 месяца мы имеем возможность погулять по парку. Делаем мы это. Где Маша? Во Львове. Во Львове. Как справа? Я хочу кушать. Кушать хочешь? Думаю. Круто. Маша, что ты ешь? Я ем кебаб. Кебаб. Окей. Ну как кебаб? Космо. Космо? Угу. Так, ребята, прошло ровно 5 минут. Маша опять захотела есть. Мы зашли еще в какие-то реберцы, тут называется, заведение. Это у нас телячья ребра и соус скис журавлына. Журавлына. Вчера нам журавлыну предлагали, сегодня. Маша, ну как это дело все? Вкусно. Утолив нагуленный аппетит, мы направляемся к Львовской опере. Ее вы наверняка ранее видели во всех упоминаниях о городе. Здесь же можно послушать современные украинские хиты в исполнении уличных музыкантов. Львов славится архитектурой, культурой и наукой. Это прекрасно выражено в Доме ученых. Здание известно благодаря роскошной архитектуре и красивым залам с элегантным интерьером. Исторический шедевр – работа венских архитекторов, которые создали такие сооружения, как Одесский оперный театр, а еще театр комедии в Будапеште, оперный театр в Цюрихе, Венский концертный дом и другие. До 1939 года особняк был дворянским казино, которое в народе называли «казино Герхарда». Здесь собирались самые богатые люди города. К известным фактам можно отнести то, что это было первым помещением Львова, в котором установили электрическое освещение. Но люди в то время с опасением относились к техническим новинкам, поэтому все лампы были стилизированы под керосиновые. Главная особенность этого здания – роскошная резная лестница, выполненная по проекту известного венгерского скульптора. И здесь же снимались клипы многих украинских музыкальных групп. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова От дома ученых наше внимание переходит к Львовским университетам, а далее, конечно же, к соборам. Их в центре огромное множество, и каждый поражает своей изысканностью, пронесенной через века. Мы нашли памятник Маколы Ворбутскому. Именно этот человек написал «Инг Украины». Тут новые дорожки, очень красиво и удобно. Кстати, в центре, в старом городе мы не смогли запарковаться, хотя при этом мы заплатили 30 гривен, заехали. То есть вы платите за парковку, но вы не гарантированно, что там будут места. Вот такая есть специфическая особенность. Ну, здесь, видите, достаточно оборудована. Прогуливаясь, мы часто слышали среди прохожих разговоры о Харькове. Львов стал настоящим убежищем для жителей Восточной Украины, пострадавших от российского террористического нападения. Было очень непривычно видеть заполненные людьми улицы после пустующего Харькова, подвергающегося ежедневным бомбардировкам россиян. Но жизнь продолжается, несмотря ни на что. Эта война сделала каждого из нас сильнее. Хорошо, что есть места в Украине, в которых можно хоть и на время, но все же почувствовать себя в безопасности. Еще одно место, которое мы очень хотим вам показать – Доминиканский собор, строительство которого началось в середине 18 века. Стиль здания – архитектура барокко. Он входит в ансамбль старого города и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогулявшись еще немного по старым улочкам, мы посещаем настоящий стилизованный под средневековье ресторан «Пятое подземелье». Пока готовят ваш заказ, можно представить себя рыцарем или королевской особой, а также приобрести сувениры, которые еще долго будут напоминать о посещении заведения. Попасть сюда мы смогли не с первого раза, так как в день нашего приезда здесь снимался фильм и заведение было закрыто для посетителей. «Похоже на томат». «Это и есть томатный сок, острый холодный томатный сок». «Ну, на любителя». Рестораны, пивоварни, достопримечательности. Львов максимально ориентирован на туризм. Если еще здесь не были, скорее посетите этот замечательный украинский город. Для продолжения нашего путешествия понадобятся не только кроссы, а и внедорожные шины. Перед поездкой лучше хорошенько подготовиться. Сделав это, мы отправляемся дальше в свой путь. Нам предстоит преодолеть более 250 км дороги от Львова до Драгобрата. Выбирая маршрут на альтернативном транспорте в виде автобуса или поезда, следует добраться до поселка Ясеня, и оттуда уже на Драгобрат доставляют специально подготовленный трансфер, который стоит 200 гривен с человека. Западная Украина по-своему очень колоритна, и с каждой минутой дороги открываешь для себя новые интересные пейзажи. Так, совершенно незаметно, мы добираемся до Карпата, в которых невероятное количество захватывающих дух своей красотой локаций, о которых расскажем в наших новых выпусках. А пока... Вот это, ребята, треска у нас. Тут уже не треска, а река. Мы добираемся до заезда на Драгобрат. Горная река в это время ведет себя достаточно мирно, однако в противостоянии со стихией не всегда побеждает человек. Бывали случаи, когда некоторые отрезки маршрута в ущелье целиком смывало с селевыми потоками, полностью парализуя сообщения с курортом. 14 километров вверх по бездорожью становится настоящим испытанием как для водителей, так и для машины. Помимо этого, на пути встречаются узкие переезды с здоровенными камнями, торчащими из размытой дождем земли. Туман, застилающий горы, снижает видимость до минимума. Любой водитель, побывавший здесь, знает, что нужно оставаться предельно внимательным, пока не доберешься до самой гостиницы. Мы на пике. Именно так называется отель, в котором мы остановились. И здесь было бы хорошо похвастаться перед вами невероятной красотой панорам. Но Драгобрат в этом плане очень коварен. Здесь часто идет дождь, думан и запросто можно просидеть несколько дней в ожидании солнца, которое укутывается в облака, словно в теплое одеяло и угревшись, не особо стремится показываться. Приезжая сюда, нужно быть к этому готовым. Погода нас не баловала. Зато было время рассказать о своем отеле. Стандартные номера рассчитаны от двух до пяти человек. Проживание и двухразовое питание стоит в сентябре 700 гривен в сутки человека. Отель расположен на высоте около 1400 метров, так что по праву является одним из самых высоковарных. Здесь есть все для комфортного пребывания. Ресторан также радует вкусной едой. Но люди, добравшиеся сюда, конечно же, приезжают не за этим. Вот такой балкончик. Сегодня нам повезло больше. Этот рассвет мы встречаем вот так. Утром, едва раскрыв глаза, в окне появляется рассвет, способный покорить сердце самого требовательного путешественника. Воздух насыщен чистотой природы и прохладой, сквозящей между гор, вершины которых разрезают облака. Эти минуты вы точно запомните на всю жизнь. Прошло 5 минут и, как видим, уже все начало затягивать. Солнце сменяют туманы. Через секунду мы снова в легкой дымке. Погода переменчива. Дорогобрат в первую очередь горнолыжный курорт. Но побывав здесь зимой, даже не можешь представить, как в теплую пору года среди спусков и подъемников среди местных отелей и колы растут съедобные ягоды и пасутся коровы. А здесь за нами на лугу пасутся коровки. С прошлого моего посещения данного курорта прошло целых 7 лет. Как быстро летит время, подумал я, сколько всего изменилось. А здесь все так же прекрасно. Наш видеоэксперт. Зарядившись прекрасным настроением, мы отправляемся дальше. В первую очередь нас интересуют умопомрачительные виды и грибы. Дорога к вершинам гор требует спецтранспорта. На нем обычно сюда прибывают туристы. Наша команда уже освоилась и машина позволяет, в связи с чем мы уверенно исследуем горные хребты. Здесь можно встретить путешественников на велосипедах, да и просто людей, отправившихся в поход. Для тех, кто направляется на вершину пешком, обязательно берите с собой дождевики. Вероятность промокнуть до нитки, находясь в нескольких километрах от отеля, очень велика. Кстати, локацию для сбора грибов мы нашли неподалеку от своего отеля. Взяли с собой специального проводника. Он нам уже показал, вон, прекрасный гриб. На этой прогулке нам встретился кемпинг с палатками, где такие же грибники, как мы, уже готовили из собранного ароматное блюдо на костре. Мы продолжаем плать грибов. Уже насобирали целый кулек. Это серьезно. Большинство наших грибов почему-то красного цвета. Грибочек очень похож на белый. По цвету, по форме. Но под шляпкой у него такие вот полосочки. А в белом грибе будет больше похоже на... То есть это ядовитый? Это, да. Это поганка. И после того, как его потрогал руками, вот в руки эти лучше срочно мыть. При удачном походе можно легко насобирать от одного до пяти килограммов грибов. Местные жители помогают с проверкой их, чтобы они были безопасными в пищу. Хотя сам сбор похож больше на прогулку среди гигантских деревьев и заслуживает звания отдельного приключения. Мы все увеличиваем наши сборы. Кассовые, грибные. Местная съедобная растительность в изобилии бушует на холмах и в лесах. Главное разбираться в ней, а лучше взять с собой эксперта. Мы увлеченно направляемся в лес. Но на пути оказывается горная река, которая прерывает лесную прогулку. Если назад я буду крепко спать, возможно, я не сплю. Так, что это вообще? Ежевика. Покажи. Великолепно. Погода снова меняется. А мы направляемся на одну из вершин, расположенную неподалеку от курорта Драгобрат. Виды настолько захватывающие, что остановка для любования неизбежна. И здесь же нам встречаются склоны, усеянные съедобными ягодами. Как они называются, я так и не запомнил, поэтому именовал их Синика и Красника. Время в горах течет как-то иначе. И у нас, несмотря на все обилие эмоций, есть еще одно задуманное желание. Поднявшись на гору, побывать в самом настоящем облаке. Для этого мы стремимся все выше, по узкому пути, до того места, где дорога будто растворяется в тумане. С одной стороны от нас самое настоящее облако, а с другой солнце, показывающееся из-за вершин могучих карпатских хребтов. Вот такая она, наша прекрасная Украина, разнообразная и в то же время единая. Сильная, волевая, а главное свободная. От всей этой красоты снова перехватывает дух. Нам пора возвращаться домой, но обязательно с желанием еще раз сюда вернуться. Сильная, волевая, а главное свободная. Пришло время подвести итоговый бюджет поездки из Харькова во Львов. Так, подобное путешествие на Драгобрат на одного человека в неделю обойдется около 10 тысяч гривен, а во Львов около 7 тысяч, но однозначно можем сказать, что они того стоят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok